Нефтяники помогли отремонтировать здание школы Олимпийского резерва в Кандинском районе. Здание старой постройки нуждалось в замене кровли. Сейчас в спортивных залах уже проходят занятия. Тренеры готовят воспитанников к соревнованиям. Сюжет наших коллег. Школа Олимпийского резерва под Зюдо. Воспитанники оттачивают мастерство на татами. Алина Юпова уверена, если не лениться, можно достичь высоких результатов. Девушка отлично учится в школе, углубленно изучает английский язык и входит в число лучших юных дзюдоистов страны. Она победитель первенства России в возрасте до 15 лет. Соревнования не так давно проходили в Мурманске. Там мы проводились два дня. Была очень упорная, потому что были спортсмены со всей России очень сильные. Но мы смогли выиграть и занять первое место. Сегодня в детской и юношеской спортивной школе под Зюдо тренируется порядка 450 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Школа Олимпийского резерва Кандинского района открылась 22 года назад. За это время само здание заметно устарело и перестало отвечать современным требованиям. Но большую тревогу вызывала кровля учреждения. В январе месяце нами была обнаружена деформация крыши. Мы, в свою очередь, обратились в управление по физической культуре, в УКС Кандинского района для предоставления специалиста осмотра крыши. При осмотре обнаружены дефекты. Было принято решение отремонтировать крышу здания, заменить существующее металлическое покрытие на гибкую кровлю. Финансовые средства на реконструкцию были выделены западно-сибирскими нефтяниками по соглашению о сотрудничестве между компанией «Лукойл» и правительством региона. Школа Олимпийского резерва после этого ремонта еще не раз покажет высокий результат и будет прославлять наш Кандинский район и округ на всероссийских и международных соревнованиях. Сейчас ведутся подготовительные работы. К реконструкции кровли спортивного учреждения планируют приступить в октябре.